Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. Спикер Сената Маулен Ашимбаев усомнился в эффективности использования средств Национального фонда. На заседании Сената выяснилось, что на деньги нацфонда приобретаются ценные бумаги фонда Самрук Казана, которые в итоге оказываются убыточными. Ранее счетный комитет ни разу прикал Кабмин в неэффективных тратах бюджета. Например, то, что Кабмин берет деньги из нацфонда и набирает внешние займы. В итоге растут долги, а нацфонд тает. Причем деньги уходят на покрытие дефицита бюджета, то есть тратятся неэффективно. Самой большой проблемой с нацфондом было кредитование нацхолдингов Казахстана напрямую из нацфонда по практически нулевой процентной ставке. Нацфонд ранее покупал облигации Самрук Казна, Байтирек и Казагра. Высока вероятность, что именно из-за кредитования нацхолдингов по очень низким процентным ставкам власти не хотят публиковать аудиторскую отчетность нацфонда. В результате неэффективных трат, как констатировала аудиторская палата, деньги без дела лежали на депозитах. Так, нацфонд Казахстана понес рекордные убытки по итогам 2022 года. Сразу минус полтора триллиона тенге. Нацфонд приобрел облигации Самрук Казана, по которым впоследствии получил убыток в сумме 60,8 миллиарда тенге. Средства национального фонда инвестируются в казахстанские инфраструктурные проекты по решению правительства. Поэтому возникают следующие вопросы. Уважаемый Тимур Муратович, прошу ответить на вопрос, почему облигации Самрук Казана оказались убыточными? В период высоких ставок мы их профинансировали из национального фонда. Хотел бы подчеркнуть, что ставка там плавающая, она равна среднегодовой ставке инфляции за предыдущие 10 лет. На данный момент это примерно 8,7-8,8% годовых. Мы не против, мы поддерживаем то, что нужно финансировать. Национальный фонд, наверное, создавался для того, чтобы финансировать такие крупные стратегические проекты, отдельные проекты, подчеркну. Но в то же время, с точки зрения процедурности, с точки зрения процентной ставки, с точки зрения отчетности, нам кажется, здесь есть вопросы. Стоимость кредита в Казахстане складывается из базовой ставки, плюс прибыль банка, плюс риски, зависящие от заемщика. Таким образом, рост базовой ставки означает рост процентов по кредитам. Но Нацбанк тут же заявил, что не будет снижать базовую ставку, мол, высокая ставка необходима для борьбы с инфляцией. Ранее мошлесмен Перуашев заявлял, что из-за субъектов квазигоссектора бюджет недополучает дивиденды, но при этом сохраняется практика подпитки субъектов квазигоссектора финансовыми инъекциями из бюджета и нацфонда. За последние 10 лет квазигоссектору было выделено свыше 34 миллиардов долларов. Видимо, поэтому у многих нацкомпаний нет никакого интереса, чтобы модернизировать то или иное предприятие, потому что они постоянно получают помощь из бюджета. Боржанший Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Более чем на 32 миллиона тенге были нарушены права потребителей в Казахстане, и это только за одну рабочую неделю. Как отмечают эксперты, выявляется все больше фактов обмана при покупке товара, особенно учитывая возросшую популярность интернет-магазинов. Как защитить свои права, вернуть потраченные средства и расторгнуть договор по услугам, узнавал наш корреспондент. Черная пятница давно уже стала символом покупок, скидок, ажиотажа по всему миру. Не только в торговом центре, магазине, на рынке, но и в интернете. А изобилие онлайн-товаров, услуг дает большой выбор, но при этом мы покупаем, по сути, кота в мешке. Ведь невозможно онлайн ни потрогать, ни примерить. Так что полагаться приходится на картинки и отзывы. Ну а чтобы мы могли защитить себя так же, как при покупке в обычном магазине, Комитет по защите прав потребителей уже предусмотрел изменения и поправки в закон. Днем ранее столичный департамент торговли и защиты прав потребителей заявил, что находится на постоянной связи с интернет-платформами. Нужно соблюдение закона на всех этапах покупки, уверен Нургали и Ембердиев. За 9 месяцев удалось рассмотреть 600 обращений. Восстановлены нарушенные права на более 31 миллионов тенге по республике Казахстан. По городу в Астане рассмотрено 65 обращений об оказании содействия в возврате денежных средств за возвращенный товар как надлежащего, так и ненадлежащего качества. И оказана помощь потребителям в возврате денежных средств на общую сумму 1 миллион 200 тысяч тенге. По закону о защите прав потребителей вы можете вернуть дефектные товары, требовать соразмерного уменьшения покупной цены, замена на тот же товар аналогичный, потребует даже расторжение договора и возврат денег. Также хочу отметить, что в рамках нового законопроекта о защите прав потребителей предлагается приравнять интернет-ресурсы, используемые в целях реализации товаров, к торговым объектам. Соответственно, все требования, предъявляемые к оффолайн-продавцу, будут распространяться и на онлайн-продавцов. Кроме того, предлагается обязать владельцев электронных торговых площадок заключать с предпринимателями договоры по соблюдению ими требований законодательства о защите прав потребителей. На практике департамента минимальная сумма возврата потребителю с начала года была 540 тысяч тенге. Это по онлайн-покупкам, а максимально около 200 тысяч по каждому обращению. С начала года уже рассмотрено 65 обращений от жителей Астаны, а вернули им 1,2 млн тенге. Говорят, что черный пиар тоже пиар, а потому мы не будем поименно называть самых злостных нарушителей среди интернет-платформ. Но это самые посещаемые и известные. Одна площадка принадлежит банку, а вторая имеет российское происхождение. Кстати, купить теперь можно не только одежду и обувь в интернете, но и недвижимость. Об этом напомнил глава Минцифры, отчитываясь в правительстве, и теперь оформить сделку купли-продажи недвижимости можно онлайн. Квартиры автомобилей тоже в онлайн-формате. Такой онлайн-сервис будет предоставляться с использованием технологий блокчейн и биометрической идентификации. Все действия и видеоматериалы, совершаемые по каждому объекту, сохраняются в электронном правительстве. Таким образом, процесс, занимавший несколько дней, сокращен до одного часа. Больше нет необходимости посещать нотариуса или цоны. Как отметил Смаилов, это стало неотъемлемой частью жизни населения. «Предоставление электронных госуслуг является важным компонентом повышения качества жизни граждан. Оцифровка процессов позволила значительно сократить обращение в государственные органы необходимость получения бумажных справок. Это не только дебюрократизация, но и экономия времени граждан. Принимаемые государством меры в целом позволили Казахстану подняться на восьмую позицию в рейтинге ООН по онлайн-услугам». Если все вышесказанное резюмировать, то теперь все требования, которые предъявляет к оффлайн-продавцам, будут касаться и онлайн-магазинов. Тот же департамент предлагает обязать владельцев интернет-платформ заключать с предпринимателями договоры по соблюдению закона о защите прав потребителей. Гульнару Марова, Хмедьяр Ильясов, ТДК-42. Зима не за горами. В Западно-Казахстанской области активно готовится к зимнему периоду. Для плавного перехода к холодному времени года департаментом по чрезвычайным ситуациям разработан и осуществлен ряд комплексных мероприятий, направленных на подготовку к аварийным ситуациям. Готовиться к холодам сотрудники ДЧС начали еще задолго до наступления морозов. 23-24 ноября текущего года по всей стране проходят республиканские командно-штабные учения ХАС-2023. В Западно-Казахстанской области, где ежегодно бушуют суровые зимы, спасатели и службы гражданской защиты отрабатывают действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зимний период. По словам зам Акима области, ни для кого не секрет, что основными проблемами в зимний период являются содержание дорог и обеспечение города электроэнергии. Сегодня было утром проведено заседание, внеочередное заседание чрезвычайной комиссии, где были заслужены все службы, готовность их к учениям и к зиме. В распоряжении Акима области создан оперативный штаб по проведению зимы, где определена комиссия и план мероприятий. Для ликвидации ЧЭС в предстоящий зимний период департаментов сформирована группа, в состав которой уходят 2480 человек и 955 единиц техники. Также в целях обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации в зимний период утвержден алгоритм оперативного взаимодействия между коммунальными и оперативными службами. По области подготовлено 334 автономных электрогенератора, 45 тепловых пушек, 94 сварочных агрегата и другое оборудование для реагирования при ЧЭС. За счет средств местного бюджета приобретено 4 единицы техники, 9 единиц снегоходов, 32 единицы радиостанций. Кроме того, в рамках республиканских командных учений КАС-2023 отработаны действия коммунальных служб по ликвидации аварийной ситуации в системе отопления многоэтажных жилых домах города в зимний период. Дана Керимбаева, Айбола Джагапара, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Жители дачного массива садовод Ватерао, в котором нет ни дорог, ни света, жалуются на работу исполнительных органов. Дачники говорят, что совсем остались без внимания, и позвать на помощь в сложную ситуацию тоже будет трудно, так как система связи работает с перебоями. Наши корреспонденты встретились со взволнованными дачниками. Жители дачного массива садовод не раз обращались к властям, чтобы решить проблемы дорог и электроснабжения. Только вот безрезультатно. Поэтому дачники своими силами укрепляют дорогу, чем придётся. У всех других дач есть дорога, только у нас постоянная грязь. У нас дети никогда так не пойдут в школы и детсады. Ноги всегда так застревают в грязи. Может ли ребёнок носить такие кирзовые сапоги? Нам Акимата обещал хотя бы старый асфальт, который снят с ремонтируемых дорог в городе, временно проложить здесь. Но не сдержал обещания. Один раз привезли 4 или 5 КАМАЗов, но на этом работа прекратилась. По словам ответственных лиц, по закону дорога на этой территории проложена не будет. Главная причина в том, что дачи не перешли в частный жилой массив. По возможности будем использовать отходы, которые возникают при строительстве новых дорог. Договорились с жителями, что они сами найдут транспорт для перевозки. Если не получится сейчас, то этот вопрос останется на следующий год. Согласно действующему законодательству, без перехода на АИЖС мы не можем прокладывать здесь никаких автомагистралей. В дачном массиве Садовод в микрорайоне Куктема расположено более 300 жилых домов. Пока люди страдают, руководители, принимающие временные меры, оставляют этот вопрос на следующий год. Однако жители не согласны с этим и ждут скорейшего исправления ситуации. В Уральске прекращено производство по делу об административном правонарушении в отношении ТОП и Спасерик в связи с отсутствием состава правонарушения и истечения срока привлечения к ответственности. Напомним, ЖЭК Каспийская бассейновая инспекция провела проверку объекта по проекту строительства берегоукрепительных и водозаборных сооружений, пирсов и организации пляжей в микрорайоне Самал города Уральск. В результате был составлен адом протокол за незаконное строительство зданий, сооружений и других объектов на водоохранных зонах и полосах, который был передан в суд. Однако на судебном заседании установлено и подтверждено материалами дела, что на момент проверки у ТОО имелись все разрешительные документы. В октябре вынесли приговор по нашумевшему делу о двойном убийстве в ночном клубе «Миллиардер». После ЧП увеселительное заведение сразу закрыли. Виновными признаны 16 человек. Правда, статьи у всех разные, как и наказания, которые получили фигуранты. К самым длительным срокам приговорили двух охранников. Именно они жестоко избивали жертв, применяя ножи и биты. Лейла Уесова следила за громким процессом. Вот так прямо в зале суда обвиняемые в двойном убийстве реагировали на приговор. На оглашении, пока одни громко возмущались происходящему, другие аплодировали судье, когда он зачитывал момент о переквалификации обвинения. Основанием для этого явилось отсутствие умысла подсудимых на совершение убийства. Они не принимали участие в драке, но, будучи очевидцами преступления, не сообщили в полицию. Среди задержанных есть 17-летний юноша. Напомним, громкое убийство произошло в конце октября прошлого года в одном из ночных клубов Актуби. Туда после соревнований по армрестлингу пришли отдохнуть четверо спортсменов из Тимирского района. После ссоры с охранником, приезжих сначала избили, потом зарезали. Истекающих кровью приятелей вывезли в сторону реки Илег. Два трупа с признаками насильственной смерти обнаружили на следующий день возле банного комплекса. Еще двоим пострадавшим удалось сбежать. Среди задержанных были охранники ночного клуба, где случилась кровавая расправа. Вину они признали частично, уверяли, что совсем не хотели убивать. В итоге один получил 15 лет колонии, другой – 17. Остальных осудили на два с половиной года по статье «Хулиганство». Громкий судебный процесс длился почти год. Среди осужденных есть арендатор клуба «Миллиардер». Он получил 4 года лишения свободы за укрывательство и недонесение о преступлении. Также в ходе разбирательств стало известно, что охранники там работали без лицензии. Сам клуб после ЧП закрыли. Выяснилось, что в прошлом году туда 66 раз выезжала полиция по различным происшествиям. Лайла Уэсова, Жумар Тудайбергенов, телеканал ТТК 42, Октюбия. В Западно-Казахстанской области внук ограбил родного дедушку. По словам 17-летнего преступника, деньги ему нужны были для того, чтобы купить подарок девушке. Инцидент произошел 16 ноября около 10 часов вечера в селе Даринское района Батирек. Внук потерпевшего вместе с другом проникли в дом 77-летнего пенсионера, где нанесли ему телесные повреждения и завладели денежными средствами в сумме 190 тысяч тенге. Сотрудники полиции по горячим следам задержали предполагаемых грабителей. У подозреваемого 2005 года рождения был обнаружен пистолет с пистонами и раскладной нож. А у внука потерпевшего 2006 года рождения были обнаружены украденные деньги. В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного задержания отдела полиции Батирекского района. Начато досудебное расследование по части 3 ст. 192 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В Уральске задержали двух человек, которые находились в розыске. Также сотрудникам полиции удалось раскрыть 30 преступлений и задержать 4-х человек, которые носили запрещенные предметы. Такие показатели сотрудники правоохранительных органов показывают в ходе проведения ОПМ-правопорядок, который проводится на территории области в период с 20 по 30 ноября. Кроме того, в ходе проведения ОПМ сотрудники полиции изъяли у 62-летнего мужчины один автомат Калашникова АК-103 и два пистолета, травматический и стартовый. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 ст. 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В Уральске вручили ключи от новых автомобилей для медицинских организаций региона. Из средств местного бюджета выделено около 2 миллиардов тенге на покупку санитарного автотранспорта. Новые автомобили будут переданы районным и городским поликлиникам. Ключи от машин выручила Акимобласти на ремонтуре Галиев. Из местного бюджета выделен 1 миллиард 712 миллионов тенге на приобретение 81 автомобиля. Акимобласти на ремонтуре Галиев официально вручил ключи от 21 санитарного автотранспорта для медицинских организаций области. Поставка оставшихся транспортных средств ожидается до конца года, отмечают чиновники. Эти автомобили предназначены для обслуживания населения. В основном, медицинские пункты расположены далеко от областного центра. Я считаю, что эти автомобили будут хорошей помощью для нашей медицинской работы во время работы для обслуживания нашего населения. Новые автомобили будут переданы в Жанебекский, Тоскалинский и Акжаикский районы, а также в городские поликлиники. Каждому району предоставляется по 4 единицы техники. Особенности новых автомобилей включают в себя высокую комплектацию, такую как мягкие кресла и мобильные каталки. В этом году в области выделен 91 миллиард 300 миллионов тенге для финансирования здравоохранения. Планируется закупить 262 единицы медицинского оборудования, из которых уже введено в эксплуатацию 198. В сфере здравоохранения региона актуальной проблемой является нехватка медицинских автомобилей. Введение в эксплуатацию нового транспорта не только обновит автопарк, но и положительно повлияет на работу медицинского персонала. В настоящее время износ санитарного автотранспорта в медицинских учреждениях области составляет 78%. Потребность в автомобилях достигла 154 единиц. Поэтому закуп нового медицинского транспорта продолжится. В ТРАО педагогам вручили ключи от новых квартир. Жилье получили специалисты образования со стажем работы более 10 лет. Новые квартиры были переданы учителям в рамках специального проекта Министерства просвещения Республики. Ержан Егенбаев обладает опытом работы в сфере образования более 11 лет. Ранее педагог трудился в школе номер 38 в Уральске. Его супруга также является учителем в одной из городских школ. Семье педагогов были вручены ключи от новой квартиры. Я не успел принять участие в конкурсе в прошлом году. В этом году я ждал, когда стартует данная программа. Отбор проходил нескольких этапов. Сначала сдали тест по предмету. Затем написали эссе объемов 150 слов. После чего прошли интервью со специалистом. Лучшие учителя, пройдя через все этапы, стали участником программы. Наши эмоции бескрайние. Очень рады, что получили квартиру. Республиканский проект стартовал в 2022 году. Учителя, прошедшие отбор в рамках программы, направляются за новыми квартирами в Туркистанские, Алматинские, Атрауские и Магисталские регионы. На данный момент шесть учителей из других регионов стали обладателями нового жилья в Атрау. Эта программа является проектом Министерства просвещения Республики Казахстан. Проект включает в себя несколько этапов. После успешного прохождения всего отбора, учителя направляются в различные регионы для получения нового жилья. Реализация такого проекта – это значительное достижение. И не каждый готов переехать в другой регион. По словам руководителя управления образования, квартиры оплачиваются за счет государственных средств. В этом году в Атрау из-за дефицита учителей приехали 10 педагогов. В ближайшее время планируется вручить ключи от квартиры еще четырем педагогам. Амина Махсотова, Айбек Куандаков, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42, Атрау. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин